Эти медали награждаются отруженьки тыла, те, кто работали, даже если детьми, но работали именно в годы войны. Более 100 жителей города получили награды. Подробности очень скоро. Развитие предпринимательства в регионе и обеспечение сел товарами первой необходимости. Окружные парламентарии обсудили вопросы по внесению изменений в бюджет Ненинского округа. Уменьшение количества детей-сирот, сохранение здоровья юных северян и профилактика преступности среди подрастающего поколения. Эти вопросы обсудили Игорь Кошин и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Гашева. О главных событиях дня не только в ближайшие 20 минут вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Алина Волчейская. Развитие предпринимательства в регионе и обеспечение сел товарами первой необходимости. Окружные парламентарии обсудили вопросы по внесению изменений в бюджет Ненинского округа. Они провели заседание комиссии по экономической политике. Всего в повестке дня значилось два вопроса. Первый вопрос о проекте окружного закона о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Его доработали представители Департамента финансов, экономики и имущества округа с учетом заключения экспертно-правового управления счетной палаты Минюста России. Проект закона был вынесен на заседание Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства, который прошел 6 февраля. После заседания Координационного совета проект закона был размещен на портале Департамента. Принимались замечания и обращения. Замечания поступили у нас от Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Частично замечания были учтены в данном проекте. Также обращаю ваше внимание, что в данный проект добавлены две новые статьи по инфраструктуре, поддержке малосреднего бизнеса, в том числе фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. В ходе заседания комиссии законопроект вызвал массу вопросов у окружных законодателей, поэтому в первом чтении он принят не будет. Окружные депутаты поручили Департаменту финансов, экономики и имущества округа доработать проект закона. Второй на повестке дня вопрос о внесении изменений в Бюджетный кодекс России, а не касается бюджетного кредитования. Этот законопроект разработан в целях обеспечения жизнедеятельности населения России, проживающих в условиях Крайнего Севера. На сегодняшний день населенные пункты округа в основном находятся в труднодоступных местах, поэтому необходимо делать соответствующие запасы. Проблема еще и в том, что предпринимателям в связи с новой экономической ситуацией в стране собственных оборотных средств недостаточно. Для того, чтобы обеспечить наше население необходимыми продовольственными товарами, предлагается внести в статью 93 бюджетного кодекса Российской Федерации, вернее, внести дополнение в статью 93 бюджетного кодекса и дополнить словами в соответствии с субъектом Российской Федерации топливо, которое уже предусмотрено, дополнить продовольственные товары и товары первой необходимости по перечню, установленного высшим исполнительным органом государственной власти, субъекта Российской Федерации. Председатель окружного ЗАГС Собрания поручил экспертно-правовому управлению доработать проект постановления и рекомендовал комитету принять его на рассмотрение в ближайшую сессию в доработанном виде. Уменьшение количества детей-сирот, сохранение здоровья юных северян и профилактика преступности среди подрастающего поколения. Эти три шага являются первоочередными для достижения стратегических целей в области детства. Их обсудили глава региона Игорь Кошин и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Гашева. На встрече обсуждалось создание координационного совета по вопросам семьи, материнства и детства, который станет работающим механизмом по повышению качества жизни маленьких жителей округа и их родителей. В совете должна быть широко представлена общественность, малый бизнес, связанный с детскими услугами и педагоги, отметил Игорь Кошин. Только привлечение практиков поможет решить конкретные задачи сокращения очередей в детские сады, развития частного дошкольного сектора, организацию внешкольного досуга наших ребят. Более ста многоквартирных домов на Ринмаре и населенных пунктах округа может остаться без управления. 1 мая вступают в силу новые правила деятельности управляющих компаний. Теперь для обслуживания домов им необходимо получать лицензию. Сделать это управляющие компании могли до 1 апреля. Жильцы домов, которые остаются без управления, должны сами позаботиться о выборе управляющей организации. В противном случае ее будет назначать орган местного самоуправления. На сегодняшний день лицензию не получили 7 управляющих компаний. Мы во все муниципальные образования, в соответствии с законом, направили информацию о тех управляющих компаниях, которые не обратились за получением лицензии, и тех домах, которые находятся у них на управлении. Теперь по закону орган местного самоуправления должен проинформировать об этих собственниках, в этих домах перечисленных, и провести общее собрание по выбору другой управляющей компании. Ознакомиться с перечнем многоквартирных домов, жильцы которых еще не определились с управляющей компанией, можно на сайте Государственной инспекции Строительного и Жилищного надзора. 199 медалей в канун Великой Победы выручили жителям города. Юбилейным нагрудным знаком наградили тружеников тыла и детей войны. Специальная медаль была учреждена в 2013 году указом президента специально к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Первых 20 тружеников тыла и детей войны наградили в Краеведческом музее. Их поздравили с приближающимся юбилеем и пожелали крепкого здоровья. В военные годы на этих людях лежала большая ответственность. Они снабжали фронт продовольствием и необходимыми вещами. С 41-го по 45-й год в Ненецком округе ни одно предприятие не остановило производство. Их неустанный труд стал частью всеобщей борьбы за победу. Эти медали награждаются труженики тыла, те, кто работали, даже если детьми, но работали именно в годы войны. Мы еще будем встречаться и на следующей неделе будем приглашать сюда в Краеведческий музей для вручения медалей. В прокуратуре Ненецкого округа прошло совместное совещание представителей органов власти, ветеранов Великой Отечественной войны и общественных организаций. Что обсуждали участники совещания, узнаем у Любови Пермяковой. В повестке дня соблюдение прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и подготовки к празднованию 70-летия Победы. Вступительным словом выступил прокурор округа Николай Егоров. На территории нашего субъекта есть памятники, посещенные Великой Отечественной войне, которые требуют символы Победы, требуют ухода, сохранения. На территории округа проводятся органами государственной власти, образование, патриотическая работа по воспитанию молодежи. И вот считаю, что эти три важных направления в нашей работе необходимо обсудить, обменяться впечатлениями. Что осталось еще вне зоны ОКО Государева, что мы не увидели. Прокуратурой округа запланированы ряд надзорных мероприятий в области жилищных прав. Говорили о том, нарушаются ли органами власти права ветеранов. Мы сегодня считаем, что округ, пожалуй, самым первым в Российской Федерации обеспечил всех ветеранов войны благоустроенным жильем. Сегодня хорошая программа по переселению из ветхого жилья, по выполнению очередности на получение жилья. Представители общественных организаций, участников боевых действий, Совета ветеранов отметили, что органы власти тесно взаимодействуют с ними. Все спорные вопросы удается решить в кратчайшие сроки. Спасибо окружной администрации и нашему правительству, что так много удаляют внимания ветеранам войны. Я не знаю. Я живу, например, лучше всех прожитых 90 лет. Прокурор округа отметил, что все вопросы, касающиеся соблюдения социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, находятся под особым контролем. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, телеканал «Север». На январе отметили Международный день детской книги. Об этом через несколько секунд. Я читаю сказки, например, теремок, рукавичка. День книги празднуется во всем мире. Какую литературу предпочитают Наринмарцы, об этом через несколько секунд. Весна на севере. Цены пополам. Два проката по цене одного. С нами теплее. Звоните 217-17. 2 апреля во всем мире отмечается Международный день детской книги. Празднуется он в день рождения великого сказочника изданий Ганса Христиана Андерсона. Дата, конечно, условная, как и объявленный год литературы. Но это хороший повод приобщить ребенка к литературному миру. Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно. Или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Лучшими для ребенка будут те произведения, которые отличаются не только увлекательным сюжетом, но и несут в себе определенные воспитательные цели. Учат добру, справедливости и честности. Талантливые авторы – те, которые говорят с ребенком простым, доступным языком, давая ему образец красивой и правильной речи. Какие книги предпочитают маленькие жители нашего города? Курочка-ляба. Я читаю сказки, например, теремок, рукавичка. Вот. Ну, так-то я люблю, ну, всякие компьютерные игры играть. Теремок сегодня читали, еще рукавичку. Энциклопедии разные о мире, о технике. Ну, историю, разные поучительные рассказы. Некоторые сказки очень интересные. Разные сказки читаю. Ну, «Собирай по ягодке, наберешь кузовок» и прочие другие. И очень нравится автору Успенский. Там у него очень интересные книги. Вот просто квашено, вниз по волшебной реке. Я люблю читать книжки детские. Ну, иногда старые читаю, библиотеки беру. И мне очень нравится, мне их очень нравится читать. А какая у тебя самая любимая книжка? Да, «Горшочек с кашей». Много взяла книжек. Вот «Мишкина каша» взяла. Потом «Буратино» тоже взяла. «Лисичка» со скалочкой. «Винни-Пух», «Красная шапочка», «Буратино». Про материалы какие-нибудь там собирать. Что больше нравится? Смотреть мультик или лучше книгу почитать? Ну, книгу и мультик. Такой мультик интереснее. Настоящую. Почему? Потому что она лучше, как и дает ума. Лучше настоящую, конечно. Потому что, ну, настоящих экземпляров много. И они более интересные, чем компьютерные поделки. Детский отдел Центральной библиотеки насчитывает более 3,5 тысяч читателей. Здесь можно не только читать, но и играть, собирать пазл, сделать презентацию или провести исследование. У нас активно посещают дети библиотеку. И сейчас возрождаются, я считаю, традиции семейного чтения. Потому что в выходные дни, особенно к нам, приходят семьями. И мы этому очень рады. Книг очень много интересных. И я приглашаю всех, кто еще у нас не посетил нашу библиотеку, все-таки стать читателем. И я думаю, что открыть ребенку удивительный мир книг. Сотрудники библиотеки провели целую праздничную неделю книжных именин. Кроме того, посвятили ее предстоящему юбилею победы. Ребята прочитали отрывки из произведений о Великой Отечественной войне. Надежда Литкова, Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Международный день детской книги в Наринмаре декламировали отрывки из любимых произведений. Площадкой для выступления шести учеников городских и сельских школ стала детская школа искусств. Об искусстве декламации расскажет Валентина Чибичек. Декламирование произведений литературы не меньше, чем искусство. Ччицу надо не только наизусть выучить отрывок, но и попытаться выразить точку зрения автора произведения через артистизм и глубину прочтения текста. Именно по этим критериям жюри оценивает участников ежегодного конкурса «Живая классика». И вот, в самый разгар моих стремительных успехов врывается какая-то Митрофанова Татьяна. Видите ли, новенькая из Сызрани в Москву переехала. И слово-то это ехидное – «Сызрань» так произносило, что все наши девочки загибались от зависти. Тоже им хотелось и с Сызрани этой быть. Участники конкурса ни на минуту не забывают о правилах декламации и буквально вживаются в роли героев. Чтобы стать понятным зрителю, признаются ребята, надо хорошо знать произведение. А еще превратить чтение в хобби и искренне полюбить то, что читаешь. Маша, а с каким ты сегодня произведением пришла на этот конкурс? Всеволод Зинович Нестайко, Тареадор из Васюковки. Очень интересное произведение, мне оно нравится, веселое, задорное, как я. В этом году конкурс посвящен Году литературы в России, поэтому приз любителям отечественной и зарубежной классики будет особой – поездка в Международный детский центр «Артек». Три недели они будут учиться, жить, общаться с другими ребятами из других регионов. Также про них будут снимать документальный фильм, встречи с интересными людьми, писателями. Поэтому сегодня приз очень достойный. Первое место в жюри присудило Дмитрию Галушину, кадету из четвертой школы. Второй стала Анастасия Синицына из Великовисочного. Тройку победителей закрыла Мария Сыровенко. Теперь чечецов ждет поездка в Крым и всероссийский этап конкурса. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север». В Коткино определили лучших спортсменов. В Олимпийской деревне Ненецкого округа завершилась межмуниципальная спартакиада. Телеканал «Север» Завершилась восьмая межмуниципальная спартакиада среди сел Ненецкого округа. Команда победителей и участников соревнований награждены медалями и денежными сертификатами. Капитану команды из Коткино на церемонии закрытия были вручены ключи от двухкомнатной квартиры. Подробности в материале нашего корреспондента Александра Усачева. Нынешняя спартакиада во многом отличалась от всех предыдущих. Прежде всего, внесенными изменениями в положение по проведению соревнований. И дополнена двумя новыми видами состязаний – перетягиванием каната и палеотлоном. К последнему виду спортсмены отнеслись с настороженностью. «Поначалу было сложно. Очень сильно возмущались капитаны команд. Но когда люди пришли пострелять, уже когда были тренировки по стрельбе, вот те ребята, которые участвовали, они с интересом. То есть негатива никакого не было. Наоборот, им было очень интересно. Они так положительно все это восприняли, по крайней мере, очень с таким энтузиазмом они учились. Потом на следующий день они пришли уже спокойненько поработали, постреляли. Поэтому лыжные гонки, я говорю, тоже, в принципе, все хорошо участвовали. Отжимания, подтягивания тоже, в общем-то, все на уровне». Все изменения и дополнения в проведении этой спартакиады связаны с возможными перспективами принимать участие в соревнованиях федерального уровня. «Мы постарались программу этой спартакиады, которая закончилась сегодня, увезать с теми мероприятиями, которые включены во всероссийскую сельскую спартакиаду. Правда, пообщавшись с участниками соревнований, не все, конечно, однозначно приняли наше нововведение. Но я думаю, мы будем беседовать. Все равно, в любом случае, мы прислушаемся к мнению участников». Мнения пяти команд участников спартакиады были различными. Кому-то не совсем понятен комплексный подход в палеотлоне. Кому-то сложно подобрать тяжеловесов в перетягивании каната. Но все сошлись в одном мнении – Коткинская спартакиада ежегодно должна привлекать как можно больше команд участников из села округа. А новшества должны только этому способствовать. «Сначала у нас было пять видов, сейчас мы дошли уже до восьми видов. И вот я вспоминаю первые две спартакиады. На эту спартакиаду приезжали спортсмены от 35 и старше. А последние две спартакиады уже людей такого возраста встречишь крайне редко. Есть они энтузиасты, есть хорошие спортсмены, но в основная масса – это молодежь. Молодежь, чего мы и хотели добиться». Спартакиада продлилась всего четыре дня. Четыре дня насыщенных спортивным азартом и желанием победить. Лидеры наметились со старта состязаний. Команда Коткина и Красного бились только за первое место, не желая никому уступать. На пятки им наступали команды из Нальминоса, Каратайки и Индики. «Есть у нас слабые места, конечно, но даже несмотря на это, очень хорошо играли все. Потому что выйти без тренировок, без спортзала – это надо иметь мужество. Не каждый согласится на это. Потому что у нас некоторые игроки сказали – в зала нет, не поедем. Зачем ехать позориться? Да, те, кто приехали, они уже приехали биться». В ходе состязаний сборная из Коткина проиграла в трех видах – теннисе, лыжной эстафете, палеотлоне. И в результате в общекомандном зачете Спартакиады заняла почетное второе место. Первое место в этом сезоне завоевала команда поселка Красное. А в борьбе за третье заслуженную победу одержала команда Индики. «За двору повесили, прожидаются команды поселка Каратайка и сертификат, включая на сумму 10 тысяч рублей. Большой неожиданностью для всех команд участников в ходе награждения стали призы от постоянного спонсора Спартакиады Лукоил Коми. Денежные сертификаты от 10 до 50 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря вручил ведущий специалист Центра общественных связей Денис Кулиш. На будущее он заверил, что межмуниципальная Спартакиада в Коткино, так полюбившаяся сельчанам, является составной частью программы поддержки спорта на территории производственной деятельности Лукоил Коми. А в финале церемонии закрытия 8-й Спартакиады помощник губернатора Олег Поздеев вручил молодому специалисту, учителю физкультуры Коткинской школы, незабываемый подарок. Я думаю, что это самый подходящий момент для того, чтобы в торжественной обстановке вручить капитану команды Коткина ключи от новой двухкомнатной квартиры. Александр Усачев, Телеканал Север.